И в какой-то момент Калия, когда весь его яд вышел, все его способности, которыми он гордился, они были исчерпаны. И он понял, я просто ничем, у меня больше ничего нет. И в этот момент вот эти ростки бхакти, семена бхакти, которые были в его сердце, которые были посажены его женами туда, как только гордыня ушла, эти ростки, эти семена стали прорастать, и до него стало доходить, а не Бог ли это? Знаете, такая вот мысль, а не Бог ли это? То есть он убрал из сознания, что Бог я. Знаете, такой вот, наверное, это Бог все-таки. Наверное, это вот тот повелитель Гаруда, о котором все говорят. И в этот момент жены Калии, которые, наблюдая за этим танцем Кришны, они переживали и думали, сначала они думали, что вот здорово, если он помрет. А сначала они были удивлены, на каком основании, то есть все только мечтают, преданные мечтают получить пыль со стоп Кришны на свою голову, а этот змеюка, демонюка, он как бы получает столько пыли. Это какой-то необычный змей. Даже Баларама так говорит, Баларама даже думал, что Кришна даже со мной так не играет в форме Санкаршины. А тут какой-то змеюка, и на нем так танцует. Какая-то великая личность похожа. И вот, значит, потом они думали, хорошо, если он помрет в этот момент. Помрет, и как бы в следующей жизни, глядишь, как бы больше будет в сознании Кришны. Но когда они увидели в его глазах преданность, они увидели, что там изменилось сознание, они такие, слушай, он стал преданным. Он стал преданным. Надо за него сейчас ступиться. И они вышли не как змеи, а как люди. То есть они могут и ту, и другую форму принимать. Они вышли со всеми своими детьми. Знаете, гурба такая, Жонкали, с детьми. С детьми они, не со змеёнышами. С детёнышами, чтобы разжалобить Кришну. Они вышли и сказали, Кришна, прости его, но как мы будем без него жить? Ну, стали аргументы разные приводить. И Кришна на всякий случай, как доктор, говорит. Ну, знаете, вот ему ещё не хватает восемь ударов. Так он же помрёт. Ну и что, это же нормально, если он помрёт. Но если он помрёт, мы останемся вдовами. Это нехорошо. А он так преданный. У нас будет муж преданный. И вот он говорит, ну ладно, хорошо. Мы отпускаем его. Но одно условие. Вы должны покинуть это место. Спасибо. Спасибо.